Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Это аксиома, что Зеленский должен нам, а не мы ему. Это Ермак, это Данилов, это Татаров, нам должны, а не наоборот. Это они залезли в управление страной, они должны показывать нам пример, а не мы им. Они же сказали, что я не такой, как Порошенко, я не такая. Я жду трамвая, да, каждый из вас президент. Хрен, Вовочка, это ты президент. Это не мы президенты, мы не полезли на государственные должности. Я не был никогда ни на одной государственной должности, я не получал от государства зарплаты ни копейки никогда. А Зеленский залез на президентское кресло. И поэтому меня реально бесит ситуация. Почему без нашего спроса он уволил залужного, который нам нравится больше, но это же очевидно, рейтинги показали. Залужный пользуется намного большим авторитетом в народе, в армии и гораздо лучше Зеленского умеет управлять войсками. Вообще это как в Израиле, там у них президент, он не имеет права управлять войсками. Он должен обеспечить оружием, обеспечить призыв, а управлять войсками должен тот, кто всю жизнь этому учился и доказал свой профессионализм, а не тот, кто скакал как клоун на сцене и врал людям. Подождите, а разве я не прав в чем-то? Подождите, а почему Зеленский, который всем своим вот этим шобловым кагалам призывает людям донатить, скидываться, все вот эти притулы, все остальные там клянчат деньги? У меня простой вопрос. Это очень хорошо. А до сих пор Зеленскому не пришло в голову выйти и сказать, дорогие украинцы, у меня купа нерухомостей, у меня вилла на Средиземном море, квартира в Лондоне, нерухомость в Америце, там в Крыму, да, сплачую комуналку, але як шуфрич за це не сіджу, да, шуфрича можна посадити за те, що він оплатив охорону своєї нерухомості, а мене не можна, бо вочка горош, его влюблять, да. Так от, я прийняв рішення, да, не тільки вас оце обезжирювать, да, я продав свою квартиру в Лондоні, я продав свою виллу, да, 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 і все віддав тому що, тому що, друзі мої, заложеному дали в наслідство, там, із Канады, із Америки, було известно, в случае, мільйон доларів, он його отдав на армию. Квартира Зеленського находится в собственниці у Зеленського. Они вместе с шефирами і всеми остальними на корпоративах і всюду. Ми вже видели, вот це дело по офшорам до войны, да, офшорний квартал, квартал офшор 95. Можете этот фильм посмотреть, многие уже подзабыли, вот просто загуглите, офшор 95, вы увидите, массовое, колоссальное воровство Зеленськой командой, і лично Зеленського, як на ладони. І так вони накрісятничали себе кучу бабліща. А че-то, че-то как-то Зеленський не сказав, що він купив там 10 бронетранспортерів, там 6 танков, за личні деньги, ви донатте, говорить Вова. А мальчику, Вомочке, нельзя. Не, мені вилла нужна, у мене ж дітки є, да? А поєму вилла – це семейна собственность. То, що Зеленський на корпоративах плясав в разному состоянию і ніс разну фигню, кстати, ще є відео-доказательства, які, понятно, апоненти Зеленського вже скирдують, і весь цей відео-ряд обязательно когда-нибудь, коли вернеться з свобода слова, ви увидите і ужаснетеся. Там багато інтересної інформації. Опять, сьогодні Зеленський верховний главнокомандуючий, ми, безусловно, не будем дискредитувати його, тому що все-таки це должність, де треба приймати відповідальні рішення, а не посвячати все время, як отбитися, пусть от справедливих, але нападок. Тобто, відео війни треба воєвати, треба бути ефективним. Тільки Зеленський цього не розуміє. Його окруження занято разворуванням українського бюджету. Наші западні партнері в ужасі, тому що вони прекрасно відсюду снимають інформацію. Більше того, я чуть менше року назад був в Америкі, вони відповідно кажуть, що ми навіть платимо за цю інформацію гроші. Тобто, у нас є люди, які нам цю інформацію целенаправленно дають. Тому що ми наші гроші тратимо наших налогоплательщиків, ми должны мати полну картину. У них є полна картина. Тому у нас нету сейчас оружія. Тому що у них є полна картина. Тому що вони реально зрозуміють, скільки дали на ТЕС Трипольську, скільки дали, які дали. А щоб потім прикрити то, що дали, а украли ще й на системі безопасності, яку не построю на ЄМ, то туди сняли ПВО, яке нам теж дали, а його сняли якісь наші люди. При цьому за те, що сняли ПВО, ну, у нас ніхто не сидит. У нас до сих пор Баканов входит на свободі. Да у нас вся вот эта Шушера... А, у нас же уволили этого, военкома, да. У нас уволили военкома, который поцеловал своих сотрудниц. Да, этого уволили. У нас вот эту вот приодетую в Гуччи сотрудницу таможни уволили. Конечно, да. Вот с кем успешно поборолись. С теми, кто украл десятки, а то и сотни миллиардов гривен. Я даже не слышал о том, что с ними борются. Да, там дело Збитнева. Так по делу Збитнева вырезала одна интересная штука. Она уже вылезла. Там, оказывается, вот эти десятки тысяч снарядов, которые закуплены львовским арсеналом, они лежат невостребованные. То есть на фронте без них погибают наши воины, а уже не могут достучаться из Словакии. «Зеля, снаряды забери! Пожалуйста!» Ноль на массу. Они же заняты другим. Они заняты абсолютно другим. И когда им кто-то говорит, ребята, это вы должны Украине, а не Украина вам, ну, посмотрите на Червинского, который сказал абсолютно четко. Эти люди сработали на Путина, на Лукашенко. Они слили операцию по Вагнеровцам, которую Украина вместе с западными партнерами готовила. Эту операцию провалил Зеленский, Ермак и его окружение. О чем снято уже куча фильмов, роликов, сюжетов. Но на сегодняшний момент мы прекрасно видим ситуацию, какой она есть. Друзья мои, и то, что нас обокрали, нас забрали свободу слова, наше священное конституционное право знать правду, обсуждать эту правду в дискуссиях, потому что в Израиле идет война, и свобода слова не ущемлена. Да, конечно, там тоже запрещено снимать прилеты, перемещение воинских частей, давать данные по армии. Но простите, какое отношение к военной тайне имеет то, что какой-то чиновник ворует из бюджета? Наоборот! Тот, кто ворует из бюджета, должен быть освистан, публично осужден и убран с должности. Так мы помогаем фронту. Мы можем помочь фронту только одним, критиковать воров и негодяев, которые крадут у наших с вами воинов. Вот это наша помощь фронту. Ну, и сильно помогает фронту Зеленский. Он сильно борется с коррупцией, да вообще не борется, потому что он и есть, и его 5-6 менеджеров, источник коррупции. Поэтому они будут бороться сколько угодно против тех, кто борется за Украину и хочет коррупцию прекратить. И поэтому мы с вами обязаны распространять правдивую информацию, рассказывать и достучаться до каждого, кто не хочет, не хочет осознавать реальность ситуации. Мы должны этих наших соседей и друзей, знакомых, родственников, этих страусов, которые позасовывали головы в песок, оттуда так вот доставать и вешать им вот просто вот всю информацию вот так вот, вот на нос прямо, вот так вот, чтобы они как вот эти вот буратины, чтобы оно у них так вот висело вот так вот на носу, как пучок водорослей, чтобы они просто хавали это каждый день и просыпались, черт бы их помрал. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, лайки, обязательно комментарии напишите, что вы думаете по этому поводу, а победа все равно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не за ржавеет.